Была очень наивная я, которая решила, что если я пойду в стартап, то обязательно я привлеку туда деньги. Совсем мало. И стало очень тесно в русском финтехе очень быстро. Наверное, это было буквально 6 месяцев. За 6 месяцев мы сделали порядка, наверное, 4 сделок с российскими основателями. Дальше оно пошло вот по такой траектории. Суммарно я участвовала в 15 сделках. Есть ощущение, что финансы вообще очень мужской мир. Снижает просто стандарты качества с какой-то точки зрения, потому что он нанимает тогда за пол, цвет кожи и ориентацию, хотя не это решает профессиональные качества. Это какая-то немножко история личностная. Я сама своего рода стартап и такой некий герой, который открывает для себя все больше и больше уровней и смотрит уже по ситуации, куда идти. Привет, меня зовут Анастасия Карпова, я возглавляю проект Forbes 30 до 30 в России. И сегодня мы разговариваем с второй героиней нашей июньской обложки Ольгой Шаханцовой, инвестиционным директором фонда SpeedInvest. Оль, привет. Привет. Очень рада, что ты пришла поговорить про твою карьеру, про венчур. Текст про тебя, который мы писали в июньский номер, набрал сумасшедшее количество просмотров. Мне кажется, из-за того, что у тебя очень классная селфмейд история. Расскажи, пожалуйста, как девушка из маленького подмосковного городка оказалась в венчуре? Венчур случился и правда случайно. Я до сих пор не знаю ответа на вопрос, почему, учась в вышке на центральном факультете на экономе, у меня вообще не было мысли о том, что можно как-то быть связана с техом. И вообще про слово венчурные инвестиции, когда я училась в бакалавриате, я не знала. И почему-то мне казалось, что тех, это для тех, кто умеет программировать, для технорей, а как-то я выучилась на финансиста, поэтому как я там окажусь? И почему-то у меня было четкое ощущение, что я могу, что есть три развилки. Консалтинг, банкинг, ну может где-то там дальше помимо инвестбанкинга идут там просто банки, страхование и так далее, и какие-то индустрии. И почему-то мне просто искренне не хотелось ни в банке, ни в консалтинг. И я думаю, ну наверное, остается только третий вариант. Я пошла в FMCG, в Procter & Gamble. Это было не мое, мне было очень скучно. Мне было очень скучно, мне казалось, что большая корпорация, это прям ну совсем не для меня. Мне хотелось, чтобы было и больше, больше какого-то влияния вообще на то, что ты делаешь. И когда я пошла в магистратуру искать себя, я просто стала выбирать вообще все курсы, которые были, про которые я ничего не знала, именно прикладные. И вот там я выбрала курс Private Equity и Venture Capital. И как-то потихонечку стала думать, окей, так, это интересно, Private Equity уже интереснее, чем банки. А потом случайно как раз услышала один единственный семинар про венчурный капитал, когда уже очень близкий друг, первый начальник венчуре, Костя Стискин, тогда просто рассказывала о том, что вот есть финтехи, есть тех, и вот мы встречаемся с основателями, в них инвестируем. И начал говорить про всякие тренды вообще в этой истории. Я загорелась и подумала, все, вот это точно мое. И у меня даже не было никакой другой мысли, я понимала, что я очень хочу именно в эту индустрию. Я не понимала, как туда попасть, но я очень туда хотела. Ну и в итоге, как ты туда все-таки попала? Я помню, что когда мы с тобой общались для июньского номера, ты рассказывала, что ты искала стартап. Ты сначала хотела работать в стартапе. На самом деле я сначала хотела работать прямо в фонде, но тогда просто не было никаких открытых позиций вообще. Дальше была очень наивная я, которая решила, что если я пойду в стартап, то обязательно я привлеку туда деньги. Потом обязательно я еще привлеку туда деньги. А потом обязательно сразу же IPO, продажи компании и exit. И я просто уже везде, уже везде меня хотят все фонды. У меня была такая очень наивная картинка. Основная мотивация была, что как бы я хочу узнать это изнутри. И раз нет прямого пути в фонд, то я посмотрю на то, как это работает изнутри. Но в то же время была какая-то очень такая большая амбиция. И даже не амбиция, а именно какая-то прям, наверное, большая мечта. Но не было никаких навыков, чтобы вообще понять, а как выбрать этот стартап. И опять же, я вот сейчас думаю, у меня не было никакой вообще даже мысли о том, чтобы, например, идти в Яндекс или Гугл. Я почему-то именно хотела в стартап. Но опять же, я, а, не очень знала, какие вообще стартапы есть в России. Я не очень понимала, как выбрать. Я хотела очень именно ранней стадии. Но как выбрать, я не знала, как сделать... Про раннюю стадию ты уже знала на тот момент. Ну да, как-то мне хотелось, наверное, чтобы это был прям движ. И чтобы было меньше людей, больше какого-то прям такого, наверное, incremental value, который создается вот любым твоим действием, любым твоим решением. Соответственно, как бы на стадии такого прям роста, когда ты много чему учишься вместе с этим. Но я не знала, как делал дью-дил стартапов. Я нашла один через портал выпускников или портал рекрутмента в вышке был что-то такое. Я нашла там один стартап, я туда пошла, я, опять же, я просто его нашла. Загорелась сама мечтой и идеей. Но в то же время, как бы, это был, наверное, максимально неправильный выбор и фейл, потому что, там, сейчас я уже понимаю, что я, как инвестор, наверное, не профинансировал бы этот стартап по, там, ряду признаков. По факту это было, сколько, получается, 6 лет назад. Тогда был тренд на все wearables, интернет-вещей и так далее. И тогда только начинался Fitbit в Штатах. Ну, точнее, не начинался, а там много денег привлекался. И начинали покупать себе все браслеты, которые, там, трекают твою активность. И мы делали браслет, который будет помимо активности, там, количество шагов, измерять более такие глубинные показатели, а именно вариабельность сердечного ритма. И на основе этого больше показывать, там, твой уровень стресса и так далее. Такие вещи я очень любила, потому что мне всегда очень нравилось что-то пробовать. Но, там, по ряду фундаментальных признаков, там, это не могло сработать. И в определенный момент я уходила, и я уже прям понимала, что вот сейчас точно фонд и никаких других вариантов. И тогда я как раз снова набрала Костю Стискина, который заразил этой идеей, и я пришла работать с ним. А насколько проще тебе было после опыта в стартапе уже работать в фонде и попасть в фонд? Какие вообще требования предъявляли фонды к сотрудникам? Честно говоря, отглядываясь назад, я не думаю, что это мне прям в той ситуации помогло в плане каких-то навыков. Потому что в плане инвестиционной стратегии и компаний, на которые мы смотрели, мы смотрели на более поздние компании, где скорее мне помогали, именно вот из скиллсета мне помогали такие, как бы, hard skills. То есть я много смотрела тогда на числа, и в целом я как раз реализовала свою идею, что я хочу всю, условно, математику и финансы, которую я знаю и люблю, приложить к работе, но в то же время оставлять вот этот крутой вайп вообще людей вокруг. И в целом, наверное, мне больше помогала поначалу именно вот компонента hard skills. Поскольку я уже с того времени ушла совсем на раннюю стадию, прям на суперраннюю стадию, я думаю, что у меня есть какие-то вещи, которые я вынесла, и все-таки уже понимаю, что будет red flag для инвестиций. И этот фонд, это был, собственно, Finsight, правильно? Да, это был Finsight Ventures. Чем он занимался, во что инвестировал, и чем ты там занялась в этом фонде? Мы инвестировали в Fintech. В основном это было альтернативное кредитование в России, Европе и Штатах. И это был микс как компании стадии Series A, Series B и компании стадии pre-IPO. Соответственно, я там была аналитиком. Я проходила через все числа. То есть я в какой-то момент, я могла найти фрод, вот просто глядя на Excel. То есть я настолько влезла в числа вообще модели, когорты всех стартапов и так далее, что даже альтернативное кредитование это именно уже в какой-то момент приелось. Но в целом я делала там именно аналитическую работу по построению моделей, анализу стартапов, ресерч рынка, ресерч трендов и, соответственно, подготовка всех инвестиционных меморандумов к сделкам и так далее. Не очень долго ты пробыла в Finsight Ventures. Почему? Что случилось с фондом и как дальше? Как случился Target, собственно, довольно известный венчурный фонд с российскими корнями, но тем не менее инвестирующий в зарубежные стартапы? Finsight продлился, наверное, месяцев 7 примерно. Совсем мало. Да, но я оттуда уходила за человеком. Я абсолютно открыто это всегда говорила. Я уходила оттуда за Костей Стискиным, который тогда начинал Binomial Ventures. Первый эдишн наименования фонда был Sophmar Ventures. Это, соответственно, был венчурный фонд под акционерами группы Sophmar. Мы инвестировали в Series A, Series B стартапы, в финтехи и в маркетплейсах. Соответственно, я пришла за Костей именно делать там, опять же, финтех и маркетплейсы, но по большей части финтех. Там фонд тоже просуществовал не так долго, просуществовал год, но, соответственно, за этот год я закрыла первые сделки свои. Я сделала три сделки там. Одна из них как раз была вместе с Таргетом, это был FoodFox, ныне Яндекс.Еда. Несмотря на то, что у нас не реализовалась большая амбиция, которую мы хотели реализовать, я безумно благодарна этому времени. Я считаю, что это был вообще самый правильный выбор вот на том этапе, потому что в целом на том этапе я уже могла прийти в Таргет, и в целом мы вели эти разговоры тоже. Но на тот момент я сделала выбор в пользу Binomial, и я научилась очень многому. Я закрыла первые сделки от и до. И в целом, наверное, что даже еще более интересно, то, что я сейчас как-то применяю, это просто построение стратегии фонда с нуля, и ее защита перед акционерами, и вот такие более стратегические вещи на уровне фонда. Фонд просуществовал год, и сразу, буквально следующим днем, я пришла в Таргет. В моей карьере это самый долгий такой этап на данный момент. Я там была три с половиной года, и безумно благодарна этому времени, этому этапу и всем коллегам. Я в Таргет пришла сначала, опять же, заниматься финтехом. На тот момент искали человека на финтех, на фонд совместный с Сергеем Солониным для инвестиций в российский финтех. И вот ровно на этом этапе я зашла, и мы стали делать очень быстро много сделок. А на тот момент Таргет уже был известным фондом, он уже делал какие-то очень крупные сделки за рубежом, в России, или это была такая начальная история? Вот это, на самом деле, самая, наверное, для меня вообще вдохновляющая часть была про Таргет. Сейчас, оглядываясь назад, я скажу, что это было прям самое начало. Но если я сравниваю Таргет, когда я пришла, это был конец 2017-го и Таргет в 2016-м, это уже был огромный скачок. Таргет сегодня и Таргет в 2017-м, это вообще два разных фонда абсолютно. В 2017-м это все-таки был начинающий в Европе фонд, я бы это так сказала. Уже переместился хэдквотор в Берлин, но на тот момент еще не было офиса в Лондоне, например. Команда была очень маленькая. И именно на тот момент еще мы делали сделки в России, я на них и пришла. То есть в тот момент еще были сделки, был Foodbox, который вот как раз тогда продавали Яндексу. На тот момент я как раз делала сделки с правоведом, с бестдоктором, соответственно, тоже на российском рынке. Но уже была явная стратегия перехода в Европу, полного перехода в Европу. И российскую часть мы оставили именно в рамках финтеха. И то с видением, что мы инвестируем в компании, которые имеют потенциал в Европе. И мы можем им там помочь более широким, более широким нетворком таргета и всех партнеров. Соответственно, я начала с вот этой российской истории, российского финтеха. И постепенно как-то стало очень тесно. И стало очень тесно в русском финтехе очень быстро. Наверное, это было буквально 6 месяцев. За 6 месяцев мы сделали порядка, наверное, 4 сделок с российскими основателями. И я просто стала делать вместе с Мишей Лобановым весь финтех в Европе. И дальше оно пошло вот по такой траектории. Мы сделали суммарно, я участвовала в 15 сделках. И в конце лета мы с партнерами приняли решение, что я переезжаю в Берлин. И я, конечно, безумно благодарна за эту возможность и Мишей, и всем партнерам таргета. Потому что мне в России становилось скучно и тесно именно в рамках вот этого достаточно узкого фокуса. Ну и мы тоже поняли, что фокус очень-очень узкий. То есть как бы мы ограничиваем определенным сектором, определенной национальностью основателей. И это не может быть отдельно существующей историей, которой я бы занималась фулл-тайм. Я хотела делать больше, я делала больше. И, соответственно, в конце 2018-го я переехала в Берлин. А что случилось с этим фондом, с Солониным совместным? Он проинвестировал все деньги, которые были в фонде, и закрылся? Или как вообще он дальше стал существовать? Он прекрасно перформит с точки зрения перформанса фонда. Мы проинвестировали в шесть прекрасных компаний. И просто в определенный момент мы приняли решение, что новых инвестиций мы не делаем. И весь оставшийся фонд мы деплоим в текущие компании. И, собственно, так это и было. Есть ощущение, что финансы вообще очень мужской мир. И венчур, несмотря на то, что венчурная индустрия такая молодая, движковая, ну как будто бы тоже это больше мужской мир. Вот насколько тебе вообще сложно было как молодой девушке в этой индустрии? Я очень не люблю про это разговаривать. Я достаточно эмоционально вообще отношусь к этой теме. Я никогда не чувствовала этой проблемы. Мне всегда нравилось работать с мужчинами. Я никогда не думала, что ко мне как-то относятся, соответственно, по-другому. Получается предвзятое ко мне отношение. Я просто прекрасно понимала, что да, от меня иногда не ожидают некого уровня. Но не потому, что я девушка, а потому, что я была начинающим специалистом. И очень молодым специалистом. Но я понимала, что так челлендж сейчас развеем. Предвзятости по поводу того, что я девушка никогда не встречала, и я сама никогда вообще не ощущала это как проблемы. Я считаю, что в целом, если ты не подчеркиваешь это и не встаешь на баррикаде с криками «Женщин мало в финансах», «Нас недооценивают» и «Нужно больше», все происходит очень естественно. И, собственно, вот и все. Опять же, может, мне повезло. Потому что я слышала историю от моих знакомых девушек, к которым было предвзятое отношение ко мне никогда. И ровно поэтому я не люблю, когда сейчас идет движение вообще не только по Европе, а вообще в целом в мире, что должно быть энное количество женщин в советах директоров, нужно инвестировать именно в женщин, потому что они достаточно в них инвестируют. То есть я очень не люблю эту тему, потому что я считаю, что нужно нанимать лучших людей, лучших специалистов, а пол уже не имеет никакого значения. Так же с основателями. Я инвестирую в прекрасных основателей с прекрасным видением, и в целом мне не важно, женщина это или мужчина. И, соответственно, я тоже такой проблемы не испытывала никогда, и мне просто всегда было классно со всеми и коллегами-мужчинами, и основателями-мужчинами, и в целом никогда эта проблема не чувствовала. Да, мы когда просто составляли рейтинг 30 до 30, у нас было такое вот ощущение, что как будто бы должен быть какой-то гендерный баланс. На мой взгляд, для девушек-основателей или там девушек в любых других категориях как-то немного оскорбительно, когда их включают, потому что они просто девушки, чтобы сбалансировать, а не потому что они сделали какие-то классные вещи. Вот, меня вот это, ровно это меня раздражает всегда, и ровно поэтому я как-то очень эмоционально к этой теме отношусь, потому что я знаю, что в Европе особенно, честно говоря, у меня нет такого ощущения, что в России это как-то распространено, мне кажется, это больше именно в Европе, опять же, исторически, потому что в целом в России женщины работают всегда, потому что как бы было недостаточно мужчин после войны, да, но даже такие вещи. Я недавно для себя открыла новость, что в Швейцарии женщины получили права голоса на выборах где-то, то ли, в 89-й год, ну, то есть вообще недавно, да. Ну, то есть в Европе прям это движение идет на уровне, что некоторые фонды хотят нанимать именно девушек, потому что, типа, у них 10 белых немцев, и уже так нельзя. И, соответственно, там прям ищут девушек-аналитиков, ассоциатов и так далее, я прям даже знаю, какие компании наняли девушек и отказали, там, моим знакомым парням. И вот это меня всегда прям очень-очень-очень злит, потому что я понимаю, что ну просто так не должно быть. Это такое как бы падение, наверное, стандартов с какой-то точки зрения. У меня, в мою очередь, никогда не было какого-то ощущения, что я где-то оказалась потому, что я девушка, и потому что кого-то не хватало. То есть у меня там этого пунктика нет, но я вижу, что это происходит вокруг. И мне это очень нравится. Мы недавно с Дашей Крошкиной сидела на твоем месте, она говорила, что вот я в долине делаю бизнес, и меня это раздражает, что меня все хотят поддержать, как будто бы специально. Ну вот мне кажется, это в целом. Я, наверное, для себя тоже разделяю те, кто ставит в себя какую-то девушку, и которые ставят себя в позицию жертвы, что вот меня везде недооценивают, потому что я девушка, это в целом уже для меня такой какой-то, наверное, неправильный сигнал. А в Европе в целом тоже это движение очень активно идет. И, к сожалению, на мой взгляд, это просто снижает просто стандарты качества с какой-то точки зрения, потому что нанимает тогда за пол цвет кожи и ориентацию, хотя не это решает профессиональное качество. И опять же, это не в обиду никому конкретному, но когда ты смотришь со стороны и видишь, что на какую-то должность кто-то назначен, ты понимаешь, что, возможно, это умнейшая женщина, но, возможно, это еще три галочки по другим признакам, в том числе раса и цвет кожи. Но, мне кажется, еще это просто очень подогревается, в том числе журналистами в Европе и в Америке, потому что заголовки даже идут из серии, что такой-то фонд moved in the diversity direction, assigning this person как партнера. Фонд должен двигаться в направлении лучших инвестиций, а не в направлении назначения женщин, потому что они женщины. Меня это прямо очень злит, и я принципиально не соглашаюсь выступать на темы «давайте соберем панель инвесторов» про то, как мы будем инвестировать в женщин, или про то, что женщины недооценивают. Я принципиально сейчас в такие истории не идут, потому что зачем? Я очень люблю про это говорить, и во мне все внутри поднимается, и я очень эмоционально высказываюсь про то, что вообще зачем мы здесь собрались, и зачем мы тратим время на эти обсуждения. Мне кажется, что все самые звездные твои сделки в Таргете были как раз с мужчинами. Вот расскажи, какие ты считаешь сделки самыми крутыми во времен Таргета? Мы сейчас еще к спидинвестам подойдем. Бестдоктор твоя очень такая яркая сделка. Кто еще? И как ты этих основателей нашла? Мне всегда даже сложно выделить какие-то конкретные сделки, потому что с каждой сделкой связана своя история. Это история людей, которые это делают, это история, опять же, того, чему я научилась в процессе самой сделки, в процессе дальше жизни компании. И поэтому каждая сделка для меня особенная. Но если, наверное, все-таки прям выделять несколько, сделка Rapid, сейчас компания стоит 8 миллиардов, и мы с Мишей, это была одна из первых европейских сделок, в которой я участвовала. И в целом я открыто говорю, что все, что я знаю про платежи, я знаю из процесса работы с этой компанией. И это в целом история про то, как компания может сделать вообще там одно, потом уже сделать пиво. И в целом там то, что компания делает сейчас, это настолько больше того, во что мы инвестировали, даже с точки зрения видения, что это абсолютно феноменально. И когда я разговариваю с основателями этой компании, я прям... У меня прям такое тонна вдохновения сразу. Я прям понимаю, что люди мыслят на абсолютно феноменальных масштабах. И многие просто даже не мыслят так, и все. И мне там зачастую... У меня есть такой бенчмарк вот именно на таких основателях. Ровно такая же история с компанией Zega. Ребята с Best Doctor. Best Doctor обожаю компанию, обожаю вообще сам сервис. И я прям очень часто ловила себя на мысли, когда мы были в совете директоров, и я уже была как бы дистанционно из Берлина. Я прям помню презентации обновлений продукта. И я сижу и думаю, господи, в Германии сделайте такие продукты. Почему в Германии у людей руки не из того места, что нет здесь таких продуктов? Соответственно, там эта история уже на самом деле большой дружбы. Потому что это когда работа у нас перетекла в дружбу с ребятами. И там это не единственная такая история. В том же разряде стоит феном. В том же разряде в целом сейчас стоят все компании. Потому что мы уже разошлись. Но я понимаю, что я с ними со всеми все равно регулярно общаюсь. И я понимаю, что каждая из этих сделок, и каждый из этих основателей – это мой теперь товарищ. Там также компания Копер. Я знаю абсолютно каждого человека в этой компании. И каждый человек мне помогает. И мой проводник в мир крипто, децентрализованных финансов и так далее. И до сих пор это мои советчики. Вообще в любой истории я продолжаю от них учиться. Мне сложно, наверное, выделить. Я назвала тут порядка пяти имен уже. Но могу говорить так про каждую. Так же вдохновленно. Ты сидишь на борде в совете директоров от фонда в компании. Как правильно разграничить личные отношения и деловые? Что ты член совета директоров этой компании. И, возможно, иногда тебе приходится принимать какие-то не очень популярные решения в отношении даже паундеров. Как ты для себя этот вопрос решаешь? Сначала я помню себя. В самом начале еще времена финсайта и биномиала. И у меня был прям искренний вопрос. На тот момент Костя Стискину. Вопрос постоянно, который меня терзал чуть ли не до слез. Что как я могу вообще быть полезна основателю, который умнее меня, который построил бизнес. Может быть, не один даже бизнес. И вот здесь, соответственно, я. Как я вообще могу чему помочь, если я в целом знаю меньше? Была такая стадия. Потом была стадия того, что я выстраивала отношения скорее на этапе анализа компании. Я прекрасно знаю, что я достаточно глубоко копаю вообще во всем, что смотрю. И я стала понимать, что, наверное, какие-то такие глубинные вопросы уже иногда приоткрывают какую-то компоненту основателю, чтобы посмотреть на что-то с другой стороны. Или он понимает, что у меня есть реально желание глубоко разобраться. И копаю-то я глубоко. И, соответственно, с этого я начинала просто искреннее выстраивание отношений. Что я учусь, много задаю вопросов. И, соответственно, иногда эти вопросы становятся триггером для того, чтобы на что-то посмотреть с другой стороны. На следующем этапе я уже просто поняла, наверное, что все основатели разные. И там нет какого-то стандартного подхода к ним. За каждым своя история. И с каждым складываются свои какие-то отношения. С кем-то отношения, правда, перешли прям именно на абсолютно дружеский уровень. С кем-то они остаются более профессиональными. Но, опять же, сидеть в советах директоров я стала достаточно недавно. То есть там, наверное, порядка двух лет. Ну, как раз с доктором так и было. Опять же, первые советы директоров я скорее училась и смотрела, как другие себя, другие инвесторы себя ведут. И, соответственно, как бы постоянно впитывая в себя, я как-то там и я росла, и основатели росли, и менялось. Там наше какое-то взаимоотношение с ними. И сейчас я пришла, наверное, к такой истории, что, ну, просто с кем-то у меня там такие более профессиональные отношения, потому что, ну, просто у человека, может быть, тоже желание такое четко разделять. С кем-то более дружеские, но абсолютно со всеми. Это очень всегда тепло, на взаимопомощи и на взаимоуважении это всегда первое. Хочу задать тебе вопрос про твой берлинский период. Когда ты переезжала, насколько вообще вот ты увидела различия венчурной индустрии в России и в Европе? Что тебя поразило? Что было по-другому совершенно? Даже сложно ответить, что конкретно. Ну, то есть, наверное, ответ очень много что, если не все. В целом, наверное, первое, что меня поражало, и, опять же, вот по мере более частых наездов в Берлин, я понимала, что, ну, просто сцена гораздо более живая в плане количества сделок, в плане тоже инвесторов, которые вообще есть, которые активные и активно инвестируют. И, опять же, там, я смотрела всегда в рамках финтеха. То есть, я делала определенную индустрию, и, собственно, там это уже ответ, что финтех в России стал там тесным, потому что его было не так много, и, соответственно, там финтех в Европе, его было сильно больше. И вот это уже первое, что таким стало сигналом, который уже как бы был сильно отличный друг от друга. Дальше там есть несколько различий именно, какие сделки именно в финтехе там были, и какие там структурные различия Европы и России, почему здесь так, а там иначе. Но если смотреть в целом по индустрии, то это гораздо большая степень вообще активности там, именно такой зрелости, что, соответственно, сильно больше инвесторов, сильно больше сделок, есть возможности экзитов, кто-то постоянно что-то делает, человек в компанию начал уже параллельно, там, думает, что делать еще, много основателей выходят из компаний, как там Револют, Кларны и так далее. И то есть наличие таких гигантов уже именно европейской сцены рядом, оно генерирует еще большую именно предпринимательскую активность. И вот в этом и различие, потому что здесь все-таки там, наверное, впереди всего в финтех идут корпорации, такие как там Тинькофф и за ним Сбер и так далее, но это единственные покупатели на рынке, да, а, соответственно, в Европе любой технологический игрок – это просто капля в море, но они в то же время уже гигантские, и, соответственно, это все генерирует просто, наверное, активность мне казалось тогда 100x по отношению к России. И плюс у меня была именно такая культурная разница, которую мне очень хотелось на себя примерить и испытать, и я очень много училась в процессе именно тому, как люди разных культур себя ведут в бизнесе, ведут в переговорах, и это для меня такая отдельная тема, которую я очень люблю и до сих пор просто на нее обращаю внимание, потому что мне кажется, что европейцы в Европе – это для них их культура, их среда, и они не замечают неких культурных разниц между странами в Европе. А я как только приехала, я на это все смотрела немножечко со стороны, поэтому я замечала много вещей, которые мне прям казались суперинтересными, что, вау, тут письмо написано так, а тут письмо написано по-другому, а это примерно одна суть письма про то, что мы вас не проинвестируем. То есть даже такие разницы меня очень вдохновляли, и мне очень хотелось прям в это вникнуть и как бы поселиться и обосноваться именно в той экосистеме. Как спидинвест случился в твоей жизни? По сути, они тебя схантили из таргета. Да, он так же случился случайно, если так думать. Я не думала об уходе из таргета в целом никогда, и таргет для меня огромнейшая вообще такая стадия моей жизни, и мы до сих пор очень близкие друзья с каждым в компании. Но прежде всего, что произошло, я в таргете, я получила возможность попробовать примерно все, что человек может попробовать в венчуре. То есть начиная с структурирования фонда, заканчивая абсолютно любым количеством портфельных компаний на любых стадиях и так далее. То есть я попробовала очень много всего, и даже имея фокус в рамках финтеха, я в какой-то момент поняла, что из всего даже финтеха мне интереснее именно сид и присид. И вообще вот сид-присид сцена, она огромная в Европе, и она только начинает еще больше расти, именно потому что там люди из гигантских финтех-компаний уходят строить что-то свое. Я стала больше присматриваться именно к этой сцене, я стала делать сделки на присиде и сиде, даже, собственно, и в таргете. Но как-то параллельно вот с моим осознанием, что я хочу делать совсем ранние стадии, появился спидинвест. Они тебе предложили просто перейти. Насколько я помню, у вас была какая-то совместная сделка, да? Да, но я не считаю, что это прям именно вот эта сделка была каким-то особенным сигналом. Я сделала с ними, у нас была совместная инвестиция, компания называется Коби, испанская компания, я была у них в совете директоров, соответственно, спидинвест был в совете директоров. И там это, наверное, единственная такая точка соприкосновения, которая у меня с ними была напрямую. Но, опять же, мы все в одной индустрии, то есть мы общались до этого, все-все знают и так далее. Я знаю, что они хотели быть более активными в Берлине. И в целом, если выбирать прям по людям, ну, не так много людей делают в финтех, особенно в Берлине. И я знаю, что, да, они ко мне присматривались некоторое время, это я уже потом узнала. Мы когда-то связались, и я подумала, что для меня это очень интересная возможность, собственно, с двух точек зрения. Первое – это именно фокус на приседе и сиде, и ни на чем больше. И второе – это такая, получается, структура спидинвеста такая, что у меня есть возможность буквально возглавлять такой фонд внутри фонда. и, соответственно, сейчас я смотрю на сделки совершенно с другой перспективы. То есть если раньше я была таким игроком, скорее хотела приносить больше сделок, я. То сейчас я понимаю, что я сама, приносящая сделки, эта история, она не будет скалироваться, то есть ты ее не отмасштабируешь. Ну, потому что я все еще одна, а количество сделок все еще растет. много стран, много сделок, и просто количество часов в сутках не позволяет это прямо как-то масштабировать. И сейчас я на это смотрю именно с еще такой менеджерской роли, что есть фонд, который именно на финтех, именно на прессе и десид, именно на определенную географию. И я смотрю на то, как можно его построить так, чтобы видеть все в финтехе. Не случайно, там вот я увидела такую сделку, а именно системно покрывать и видеть все. И, соответственно, там это уже челлендж немножко другого уровня. Это челлендж не только про меня, знающую там больше людей там и там, которые приносят сделки. Это челлендж еще с точки зрения, кого я должна нанять, чтобы мы видели сделки, например, во Франции, где в целом я ничего не знала и не видела во французском финтехе до определенного момента. Как сделать так, чтобы мы видели все остальные географии, где мы не находимся. И, соответственно, там это уже челлендж на то, как построить команду, которая будет видеть это все, которая будет дополнять друг друга и сделает это скорее более масштабированная история. Расскажи, как сейчас строится вообще твоя работа в фонде, чем ты занимаешься сама руками, ищешь ли ты по-прежнему сделки, осматриваешь ли ты компании? Изменился. Именно, как я сказала, вот перспектива. Поэтому, наверное, первые шесть месяцев меня в SpeedInvest, они были скорее связаны с построением команды. И я сама себе поставила приоритет, что я приоритизирую команду перед сделками. Ну, то есть сделки не убегут, мир большой, он будет все так же расти, их будет становиться точно не меньше, поэтому там пропущенная какая-то сделка в моменте, я с этим смирюсь, но, по крайней мере, я хотела построить себе такую базу и фундамент для того, чтобы потом не пропустить ни одной. И это было непросто, потому что хочется-то быть везде, и команды еще нет, но все равно уже хочется видеть все сделки и не пропускать вообще ничего. Но я всегда так примерно заставила, что вот сейчас приоритет совсем другой. Ровно сейчас где-то прошло шесть месяцев. Я поставила приоритет собрать команду, я собрала двух прекрасных ассоциатов, очень разных личных историй и в то же время очень вдохновляющих. И именно в таком сетапе мы сможем покрывать всю Европу. Я приняла решение самостоятельно и с партнерами о переезде в Лондон, куда я перееду примерно в начале следующего года, чтобы, опять же, весь финтех Европы, а Лондон его столица, точно был с нами. Это не значит, что я отошла совсем от каких-то инвестиционных дел, все равно это первое, что меня там заряжает. Просто сейчас я понимаю, что у меня есть очень сильная поддержка в плане того, что мы втроем можем видеть больше и обрабатывать больше на глубинном уровне, потому что ребята достаточно взрослые и опытные, и прям это очень большая поддержка. За первые шесть месяцев я построила команду, мы построили процессы, как мы видим больше. Я считаю, что я сейчас вижу сильно больше, чем видела до этого. Какая у спидинвест-стратегия в финтехе? В кого вы инвестируете? Есть ли шансы у российских основателей получить от вас инвестиции? Абсолютно. Я в целом всегда всем говорю, что я всем всегда привожу в пример, что в России очень высокая планка на продукты, и особенно в финтехе. Опять же, продукт Тинькофф, Тинькофф банка, это просто образец того, как должен работать онлайн-банк, а в целом в Европе это только догоняется. И вот сейчас пришел револют, который в целом... Ну, то есть пришел он давно, но именно револют в сегодняшнем функционале это что-то близкое. Но опять же, никто еще не сделал такой именно продукт уровня суперэпа. И опять же, вот именно в силу вот этой специфики, понимания, как делать продукты, умения делать эти продукты, абсолютно у любого российского основателя есть шансы. Я даже больше скажу. Мы вчера обсуждали с одним из основателей супераннее пресид-компании. Мы в нее инвестировали, когда был один основатель, и все. Основатель и идея. И сейчас в компании 6 человек, четверо из 6 российские технари. И разработчики, и, соответственно, сетевые. Но компания все-таки европейская. Да, основатель француз в Лондоне. Но, соответственно, это уже фактор того, что абсолютно точно у российских основателей есть шанс. С точки зрения стратегии, финтех – это такая отдельная история в рамках спидинвеста, безумно важная с стратегической точки зрения. Именно поэтому мы делаем сильно больше именно в финтехе с точки зрения подхода, нежели в других направлениях. Соответственно, в финтехе у нас есть три таких подразделения, скажем. Есть Preseed и Seed Европа. Это то, чем занимаюсь я. Есть Series A Европа. Это, соответственно, есть два человека, которые занимаются именно более поздними компаниями. И есть отдельное направление. Это Emerging Markets финтех и команда, которая занимается именно этим. Но в любом случае есть направление Emerging Markets финтех, которое инвестирует Латинская Америка, Африка, Азия. И уже с достаточно большим портфелем там. У Speedinvest была попытка выйти в Россию, собрать здесь фонд. Но после того, как посадили Майкл и Калви, все это развалилось. Как ты считаешь, что сейчас происходит с российским венчурным рынком? Есть ли у России какие-то перспективы все-таки привлечь иностранные фонды, которые поднимали бы здесь какие-то свои небольшие фонды, инвестировали? Есть примеры, когда прям вот из недавнего совсем прошлого и того прошлого, которому я очень близка, в последнем раунде Best Doctor были европейские инвесторы, включая даже институционалов. Это страховая компания Unica Ventures. То есть, соответственно, это уже один из примеров, что нет ничего невозможного. Но в целом, с моей, скажем, шляпы, как европейского фонда, есть очень большое опасение инвестировать в Россию, потому что есть просто фактор непонимания и риска, который никто не может контролировать. Как ты видишь свою карьеру дальше? Куда бы ты хотела двигаться? У многих основателей, например, фонд мечты Sequoia. Они хотят, чтобы Sequoia в них инвестировала. Какой у тебя фонд мечты? Хороший вопрос. Потому что, да, есть фонды, которыми я очень сильно восхищалась, когда, соответственно, я только начинала карьеру и когда, собственно, я смотрела так, а во что вот эти фонды инвестируют в кентеке. Но сейчас, например, я понимаю, что если бы у меня было предложение из некоторых топ-фондов, не факт, что я бы приняла это решение, потому что там, в больших фондах, американских фондов в Европе особенно, есть сложившаяся структура с сложившимися ограничениями. И я не уверена, что в каком-то из этих фондов у меня была бы такая свобода, которая у меня есть сейчас в Твидинвесте, и которая была в Таргете тоже, потому что мы делали примерно все. И сейчас я возглавляю определенный стратегически важный подфонд, скажем так, и у меня есть абсолютная свобода того, что я делаю, как я делаю, и выбора того, во что мы инвестируем. Мне кажется, в любом фонде мечты, которую я бы назвала, такая свобода придет сильно позже. Поэтому посмотрим. Ты очень много общаешься с фаундерами. Не было ли у тебя когда-нибудь мысли уйти из венчера и сделать что-то самой, как основатель? Пока нет, но я не исключаю этого. Я очень открыто вообще смотрю примерно на свою историю в перспективе, потому что на самом деле мы общались на эту тему много с кем уже. То есть сейчас мое движение в сторону при седа и седа было обосновано в том числе этим текущим рынком. Сейчас очень много денег пришло в Европу, в том числе из Америки. Очень много возможностей с другой стороны появилось с точки зрения новых компаний. Потому что, пример, Вайс вышел на IPO. И, во-первых, у многих людей материализовались опционы. И они уходят и начинают делать что-то свое. И, соответственно, появляется такая новая когорта фаундеров, которые что-то делают. Плюс очень много фандинга стимулирует людей что-то делать, потому что, опять же, там происходит такая зрелость индустрии. И, соответственно, на это можно смотреть с двух сторон. Я на это посмотрела со стороны того, что сейчас будет много крутого на присиде и сиде, пойду-ка я в это инвестировать. Но можно на это смотреть с точки зрения много возможностей что сделать, много денег, которые я могу привлечь. Пойду-ка я делать что-то свое. Я посмотрела с первой точки зрения, но я не исключаю вторую точку зрения на горизонте какого-то периода. Потому что еще жизнь впереди. Но я понимаю, что пока у меня есть уникальная возможность вообще учиться у всех этих основателей, у которых больше опыта, у которых совершенно другой культурный бэкграунд, у которых тоже меняют весь бизнес. И, соответственно, у меня есть возможность учиться у них, просто впитывать в себя навыки, информацию и, собственно, учиться и учиться. И в то же время наблюдать, наверное, то есть, а что работает в командах, а как команды меняются, а какие отношения между фаундерами, а какого бы кофаундера я себе хотела, если бы я пошла что-то делать. Ну, то есть, много таких вещей, которые ты не увидишь в анонсах, в цифрах и так далее. А у меня есть уникальная возможность быть прямо рядом и за этим наблюдать. На что ты смотришь, когда принимаешь решение? Вот перед тобой и фаундер. Что для тебя важно, чтобы проинвестировать в компанию? Забавно, что сейчас, особенно на Пресиде и Сиде, у меня есть только фаундер, по сути. Когда основатель и там очень-очень ранние идеи, иногда даже еще вообще нет юрлица, в который будешь инвестировать. На что я смотрю? На комплекс разных факторов. Там понятно, что опыт людей имеет значение. И особенно в финтехе важно, чтобы основатели понимали, как вообще финансовый мир и финтех работают, потому что это очень сильно регулируемая среда. Но основное, что важно, это это видение. Это видение и абсолютно сумасшедшая амбиция. Потому что амбиция, я попробую быть только в этой стране, на такой-то только нише, а дальше посмотрим, это не очень амбиция. Нужна любому вообще в ВСИ инвестору, нужна абсолютно сумасшедшая идея и страсть ее воплощать. Понятно, подкрепленная определенными навыками, пониманием и командой. Но, соответственно, это самое важное. Второе, второй фактор – умение собрать команду вокруг себя. Потому что в целом именно на вот при сиде и сиде, когда есть там только два сооснователя, ну, соответственно, видение – это классно, но его нужно еще реализовать. Это функция команды, которую ты наймешь. И если основатель может окружить себя правильными людьми, это ключ к успеху. Безусловно, важно еще такое некое совпадение, наверное, ценностей, потому что мы же вступаем, можно сказать, в отношения на очень много лет вперед. Если есть вот это несовпадение ценностей и характеров, то, наверное, не факт, что мы сойдемся. Но это какая-то немножко история личностная, да? То есть понятно, что инвестирует фонд, но есть люди, и ты как представитель фонда общаешься с компанией. Бывает ли так, что какие-то личностные твои моменты, они перевешивают, и ты, например, либо наоборот инвестируешь, либо отказываешь инвестиции? Как вообще избежать, и надо ли избегать в венчуре вот этого человеческого фактора, скажем так? Я пока, я считаю, что его невозможно избежать. То есть это зависит от стратегии фонда и, соответственно, от фондов. То есть, например, если фонд достаточно поздних стадий инвестирует много денег в какие-то ранние стартапы, они часто делают это с точки зрения, там, окей, платежи растут, мы инвестируем во все платежи, потому что это растущая категория. И они могут профондировать, там, даже вплоть до, там, четырех конкурентных компаний, да? И, соответственно, это чисто финансовое решение о том, что категория растет, я в нее инвестирую. Помимо каких-то финансовых показателей, для меня, как раннего инвестора, важен еще вот этот путь, который мы проделаем. И поскольку я зачастую вообще первые деньги в компании, вот до того, когда будут сугубо финансовые решения, и там, до того, когда будет трекшн, нам еще нужно пройти какой-то путь. И, соответственно, поскольку я в компании буду принимать участие, вот этот некий, там, мэч характеров, он важен. И, мне кажется, основатели тоже выбирают инвестора не только по принципу имени, но еще и по принципу того, что мне с этим человеком классно. Что сейчас Лондон с точки зрения венчурных инвестиций? Есть мнение, что все смещается из долины в сторону Европы. Согласны ли ты с этим? И вот ты сейчас переезжаешь, какие для тебя горизонты это открывает и для фонда, и вообще для ВСИ? Очень много денег пришло из Штатов в Европу. Очень. И примерно любой фонд в Штатах сейчас имеет человека в Европе и чаще всего в Лондоне. Особенно, если мы говорим про финтех. Лондон из Европы выделяется более дружественными регуляциями, если ты начинаешь какой-то финтех, и более, опять же, наверное, такой сложившейся инфраструктурой, потому что исторически много компаний начали бизнеса в Лондоне, и поэтому там очень много таких инфраструктурных провайдеров именно в финтехе, с которыми ты можешь запуститься, и там сейчас появляются аналоги в других странах тоже. Поэтому, во-первых, приехало очень много инвесторов, во-вторых, Лондон – это все еще город для основания финтех-бизнеса, и, соответственно, это две большие функции, которые на меня первым делом влияют, что, во-первых, много денег приходит в Европу, именно в Лондон, и зачастую я могу быть партнером всех этих европейских инвесторов, потому что я уже буду первыми деньгами в компанию, и я вижу много компаний раньше, чем видят они. И, например, у нас уже такое партнерство сложилось в Speed Invest с фондом NEA, это очень большой американский фонд, который в нас инвесторы, это абсолютно публичная информация, и они пока не активны в Европе, и присматриваются к Европе через нас. И понятно, что там это партнерство именно на уровне инвестор-фонд и фонд. Для меня это открывает горизонт того, что я могу быть человеком, который покажет им все финтехи Европы. Да, опять же, это там такое очень амбициозное высказывание такими крупными мазками, но это ровно так, как там я вижу Speed Invest в финтехе в Лондоне и не только в Лондоне, потому что там, да, Лондон столица, но там первые сделки, например, первая сделка, которую я сделала, была в Париже, например, и Париж, это вообще абсолютно растущее финтех особенно направление, и один из коллег статов, которого я наняла, он будет покрывать только Францию. Какая у тебя есть цель рабочая, но не фонда, а твоя личная на ближайшие 3-5 лет? У меня есть цель, которую я очень четко формулирую, но я никогда ее не формулировала во внешний мир, честно говоря, то есть я ее точно знаю, ее знают мои близкие друзья и коуч, но я ее никогда не формулировала во внешний мир. Но, безусловно, у меня есть очень много планов, но я бы еще сказала, что мне все больше и больше горизонтов открываются во времени, то есть, например, у меня не было планов и амбиций про Лондон, например, год назад, потому что, наверное, я не видела еще полные картинки, то есть я, у меня есть такое ощущение, что я сама своего рода стартап для себя, я сама в себя инвестирую, меня инвестируют вниманием и помощью очень много людей и такой некий герой, который открывает для себя все больше и больше уровней и смотрит уже по ситуации, куда идти. Пока у меня есть очень четкое направление, в сторону которого я смотрю. Спасибо тебе большое за суперинтересный разговор, любимую тему. Спасибо. Друзья, спасибо вам, что вы смотрели этот выпуск. Мы сегодня разговаривали с Ольгой Шаханцовой, героиней июньской обложки и победительницей в категории инвестиций рейтинга 30 до 30 2021 года. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин